Здравствуйте, дорогие ребята! С вами сегодня снова Школа Сказочников и я, ее главная сказочница, Саша Пичу. Как всегда, мы начинаем наше онлайн-чтение с того же, с чего и начинаются уроки в нашей школе сказочников, с того же, с чего начинаются уроки и в обычной школе, а именно со звоночка. Звоночек прозвенел, это значит, что наш с вами урок начался. И как всегда, на наших уроках мы будем с вами сегодня читать книжку, потом мы будем с вами придумывать сказку, а потом мы нарисуем к ней картинку. Но прежде чем мы начнем все это делать, я хочу напомнить вам о том, что нам с вами надо поздороваться. Помните, как мы с вами здороваемся? У нас есть даже специальная песенка. Давайте ее споем. Итак, сначала пою ее я. Я пою. Здравствуйте, ребята! А вы мне отвечаете? Здравствуйте! Я у вас спрашиваю. Как дела, ребята? А у вас как дела? Хорошо! Хорошо! Очень надеюсь, что у вас сегодня дела хорошо. Настроение у вас сегодня хорошее. И мы сейчас с вами... Знаете, что мы сейчас будем делать? Кто-то скажет, да, мы будем сейчас читать книжку. Совершенно верно. Книжку мы обязательно прочитаем. Но перед тем, как мы будем читать книжку, я хочу сказать спасибо, большое спасибо всем ребятам, которые придумывали с нами сказки, рисовали к ним картинки и присылали их на нашу сказочную почту. И сейчас я покажу вам сказки, которые пришли мне на этой неделе. Сказки очень разные, но все очень интересные и с таким закрученным сюжетом. Смотрите, вот, например, сказка Бори. Ой, вылетает она у меня, эта сказка, потому что это сказка про голубя и дворника. Сейчас я ее вам прочитаю. В кормушке был голубь и хотел он кушать. Но тут появился дворник и прогнал голубя. Посмотрите, какой дворник получился у Бори. Серьезный, с метлой. И голубь не наелся. Но голубь улетел из своего двора и переселился к доброму дворнику. Спасибо, Боря, прекрасная сказка получилась. А вот такую картинку нарисовала нам Вика. И тут чего тут только нет. Тут и зайчий домик, и заяц, и пальма с цветком. Очень творческий рисунок, очень экспрессивный, Вик. Спасибо тебе большое. Прекрасный получился рисунок. И сказка к нему наверняка тоже прекрасная. В следующий раз внимательно продиктуй маме и проследи, чтобы мама все записала. А сейчас получилась она очень и очень хорошей. Ну, а Карина прислала нам целую историю, целый даже комикс про двух фей. Вот вы видите, это начало истории, как две феи встретили одного мальчика. И мальчик им сказал, я живу в пещере, меня зовут Ваня, отвезти вас туда, к этой пещере. И потом они все вместе пошли, и они сказали, и одна фея сказала, я вижу красного и зеленого дракона. А мальчик им ответил, ты знаешь, есть серебряный лес, где живут драконы. А потом, а потом пошел дождь, и загремел гром, и феи скорее-скорее побежали прятаться от этого дождя. А потом, когда дождь прошел, к ним пришел дракон, тот самый. Видите, какой хороший дракон получился? Вот такой дракон. И феи у него спросили, дракон, а где же ты был во время дождя? А дракон им ответил, я был у себя дома. И в конце дракон им сказал, но мне было скучно. Вот какая большая-большая история получилась у Карины. Спасибо большое, Карина. Вот видите, целая пачка пришла ко мне рисунков и сказок. Спасибо вам большое, ребята. Я буду рада получить новые сказки на нашу почту. Адрес нашей почты, сказочники.school.gmail.com, будет написан в комментариях к этому видео. Так что вы увидите и сможете написать. Ну, а сейчас пришло время нам с вами прочитать книжку. Книжка у нас с вами сегодня будет про вот такую корову, которую зовут Мама Му. Наверняка кто-то из вас уже знаком с этой прекрасной коровой и с ее другом, вот таким вот вороном, которого зовут Кракс. Серию книг про маму Му написала писательница Юя Весландер, а картинки к ней нарисовал Свен Нуртквист. Наверняка вы знаете истории про Петсона и Финдуса, которые придумал как раз этот писатель и художник. Здесь он выступил как художник и нарисовал ворону, ворона точнее, Кракса и его подругу маму Му. И сегодня мы с вами прочитаем книгу, которая называется «Мама Му играет в лето». Как раз мы сейчас находимся в самом-самом начале лета, но лето у нас какое-то с вами дождливое, холодное. Началось оно так, немножко сумрачно, поэтому мы с вами сейчас немножко помечтаем, как корова Мама Му, мы помечтаем о хорошем и жарком лете. Готовы? Тогда я читаю. Слушайте. Мама Му играет в лето. Дело было зимой. Зима была пасмурная и снегом толком не выпало. Ничего вам не напоминает? Мама Му стояла у окна и ждала Кракса. Видите, мама Му, она находилась у себя в коровнике в своем и смотрела в окошко. А ворон Кракс, вот он летит к ней издалека. Хлоп-хлоп-хлоп прилетел к маме Му ее друг Кракс. Кракс, как обычно, приземлился на подоконник. Привет, Кракс! Здорово, что ты прилетел, а то я сижу тут скучаю. Крррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Одни такие серые, короткие, вздохнула мамаму. А чем, позволь спросить, тебе не угодил серый цвет? Ночи такие черные, длинные, Кракс. Тебе от этого не становится грустно? Пух и перья! Да я сам весь черно-серый. По-моему, это красиво. И Кракс выгнал свое серое тельце. Вот посмотрите, видите, он действительно весь серый, и поэтому для него серый цвет самый любимый цвет. Кракс выгнал свое серое тельце и расправил черные крылья. Но я же не о тебе, возразила мамаму. Ну мало ли, пробормотал Кракс. Му, неужели ты не скучаешь по лету, Кракс? Ведь летом можно купаться. Купаться? Карр! Вот еще глупости! От этого можно промокнуть. Поле дело джунгли. Там нет коров, которые вечно жуют траву и глазели. Кракс леют по сторонам. Зато есть обезьянки, которые висят на лианах и кидаются бананами. И тропические вороны, которые летают по лесу свободно и непринужденно, без всяких там шерстяных шапочек. А еще там ходит тигриный поезд. Ту-ту-ту! Вот куда я хочу попасть! И Кракс, пыхтя, забегал по полу и запыхтел. Видите, вот она мечта. Вот он, тигриный поезд, который едет, и обезьяны, которые кидаются бананами. Все здесь нарисовано на картинке, все мечты Кракса. А Му говорит, а я скучаю по зеленой травке и по настоящей зиме с белым пушистым снежком. Травка со снежком? Удивился Кракс. Как ты это себе представляешь? Все, хватит сидеть в коровнике. Давай делать вид, что сейчас лето, сказала мама Му. Пошли. А что скажет фермер? Разве коровам можно гулять посреди зимы? Да ладно, подумаешь. Пошли. Я ведь только что прилетел, и ведь к тому же у меня кашель. Давай, пойдем посмотрим. Вдруг фермерша положила птичьего корма в кормушку, продолжала уговаривать мама Му. И они вышли во двор. Мама Му вышла во двор и стала смотреть. Видите, она увидела, здесь у нее сосульки висят, а Кракс тут же полетел в кормушку проверить, что там с кормом. Хлоп-хлоп-хлоп, захлопал крыльями Кракс. Чего же ты медлишь, корова? И Кракс поспешил к кормушке. Время от времени фермерша подвешивала туда половинку кокосового ореха и насыпала зерен и сырных корочек, чтобы подкормить птичек. С крыши свисала длинная сосулька. Мама Му дотронулась до нее и дынь! Сосулька отломилась. Му! Пусть это будет мороженое! Разве можно есть сосульки? Ох, мама Му, что ты творишь! Лужица затянула тонким льдом. А мама Му, смотрите, что она сделала, она прямо копытом по ним прошлась. Хлоп-хлоп-хлоп и весь тонкий лед сломался. Смотри, Кракс, этот лед совсем как стекло. Давай играть, как будто мы бьем стекла в окнах. Да отвалятся мои крылья! Мама Му, ты же корова! Коровы не бьют стекла! Никогда! Му, Кракс, ну это же понарошку! Что ты делаешь с сосулькой? Зачем ты ее лижешь? А что такого? Это опасно для жизни! Сосульки это всего лишь вода, Кракс! Ха! А вдруг она ядовитая? Му, ну что за ерунда! Пойдем лучше на озеро и посмотрим, покрылось ли оно льдом. И тут пошел снег. Пошел снег, и мама Му очень обрадовалась. Она сказала, Кракс, пошел снег! Ура! С неба медленно падали белые снежинки. Мама Му раскрыла рот, и папа поймал одну из них языком. Крррр! Мама Му, не ешь снег! Простудишься! Да ладно тебе! Попробуй сам! Это вкусно! Ни за что! А вдруг я заболею? Кажется, мне нужен шарф! Я полетел домой! Пока! А-а-а-а! И Кракс полетел в свой вороний лес. А мама Му тем временем залезла на дерево. Залезла на дерево и стала смотреть на озеро. Вода покрылась корочкой льда, а снег все шел и шел. И на голове у мамы Му выросла настоящая снежная шапка. Но корова сидела и любовалась пейзажем. Если смотреть на мир сверху, он кажется таким маленьким, думала она. И тут вдруг она услышала. Хоп-хоп-хоп! Хоп-хоп! 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 Он вернулся и сел на дерево. Привет, мама Му! Что это с тобой? Я представляю, будто сейчас лето, и я сижу среди листвы. Ух, как здорово! Мама Му кивнула на берег. Смотри, Кракс, вон лодка нашего фермера. Под снегом и не поймешь, что это. Вижу, вижу. А помнишь, как мы летом плавали на ней и рыбачили? Только ты и я. Вот было классно! Помню, помню! Опять за свое! Ой, смотри! А вон наши домики на деревьях! Показала мама Му. Вот смотрите. Видите, вот они здесь сидят на дереве, мама Му и Кракс. И отсюда они увидели свои домики на деревьях, которые спрятаны вот тут вот. Ничего себе! Сколько снега у них на крышах! И что здесь хорошего? У тебя не домик, а куча дров. Му, ты не прав. У меня там была симпатичная занавеска. А ты построил вороний замок и даже зайти туда не пожелал. Мне нравится строить, а не внутри сидеть. А горка-то на озере! Ты только погляди, она вся в снегу! Побежали! Будем играть, как будто сейчас лето! Мама Му, видите, она вспомнила, как она каталась летом с горки и решила прокатиться с этой же горки так же зимой. А Кракс ей сказал, нетушки, я промокну и не проси, чтобы я подталкивал. Мама Му стала спускаться с дерева. Осторожнее! Крикнул Кракс. Ветки скользкие, упадешь! Мама Му подскользнулась и, не удержавшись, крохнулась в снег. Ба-бах! Му! закричала она. Ты ударилась? забеспокоился Кракс. Но Мама Му лежала и, как ни в чем не бывала, водила ногами по снегу. Да нет, что ты! Я просто хотела немного полетать. Как ангел засмеялась Мама Му. Сделаю-ка я в снегу ангельскую корову. А ты, Кракс, сделай ангельскую ворону. Пух и перья! Тоже мне нашла ангела! Но у тебя и крылья есть. Чем ты не ангел? Тебе наверняка приз бы дали за лучший костюм. Ах! Только бы нас никто не увидел! Вздохнул Кракс, лег на снег и сделал снежную ворону. Хлоп-хлоп-хлоп! Кракс лег на снег и стал делать ангела. Сначала одного, а потом и еще троих. Ему страшно понравилось. Не дать не взять белые вороны, радовался Кракс. А Мама Му не выдержала и все-таки залезла на горку. Залезла на горку и закричала. Эй, Кракс, я сама забралась! Смотри, как я буду съезжать! Только не это! В прошлый раз я насквозь промок. И не понарошку, а очень даже взаправду. Да ладно тебе! Вода замерзла! Теперь не промокнешь! Смотри на меня, а то просто так неинтересно! Ну, хорошо, говорила! Давай скорее, проворчал Кракс! Раз, два, три! Крикнула Мама Му! И съехала со снежной горки вниз! Горка была в снегу, мама Му успела примерзнуть и не смогла двинуться с места. Давай же, я сейчас простужусь! Не торопил Кракс! Кракс! От винта! Вот это да! Крикнула она, и снег полетел во все стороны. Возле горки образовался огромный сугроб. Но куда же исчез Кракс? Посмотрите-ка, куда делся Кракс? Только что он был здесь, а сейчас из него получился сугроб. Чья-то лапка торчит из снега. Что за странные звуки? Держись, Кракс! Я сейчас тебя спасу! Крикнула Мама Му! Корова бросилась рыть снег, и, наконец, досталась сугроба Кракса! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, бедняга! Ну, как же так вышло? Пусти меня! Меня накрыло лавиной! Я простужусь! У меня воспаление легких! Мне срочно надо домой! Мне нужен такой постельный режим! Прощай! И Кракс! Квохлопал крыльями! Хоп-хлоп-хлоп! Хоп-хлоп-хлоп! И улетел домой! Мама Му помахала ему след! Пока! Кракс! До завтра! День был таким хорошим, что мама Му сочинила стихотворение. Ни почем нам холода, снежные метели! С другом мы сыграем в лето, как того хотели! Вот такая получилась история у мамы Му и ее друга Кракса. Они были зимой, у них было холодно, был снег, им очень хотелось лето. Ну а мы с вами надеемся, что и наше лето тоже скоро настанет с теплым солнышком, с купанием, с загоранием. Грибы скоро пойдут, ягоды. Напишите, пожалуйста, мне, что вы планируете делать летом, куда вы планируете пойти. Мне так интересно. Правда-правда. А сейчас нам с вами пришло время сочинить сказку, свою собственную. Я напомню, что для сочинения сказки нам понадобится бумага, карандаши, цветные обязательно, потому что будем к сказке рисовать картинку. А сейчас я прочитаю вопросы. Я прочитаю вопросы, вы их внимательно послушайте. Если не успеете запомнить или записать, вы можете отмотать назад, но их еще раз послушать. Будете вы потом отвечать на эти вопросы, и из ответов на вопросы на мои получится ваша сказка. Ну что, готовы? Тогда я начинаю читать. Итак, вопрос номер один, я думаю, вы и так уже знаете, потому что, как всегда, наши сказки начинаются с того, что мы пишем, кто наш герой. С чего начинается наша сказка? Итак, первый вопрос. Кто герой нашей сказки? Кто? Салям. Двигаемся дальше. Дальше у нас вопрос номер два. Кто был врагом нашего героя? Кто был нашего героя враг? Да? Поняли? Пишите. Третий вопрос. Что случилось между нашим героем и его врагом? Почему? Почему у них не было дружбы, а была вражда? Да? Почему наши герои были врагами? Что? Итак, вопрос номер три. Еще раз, вопрос номер три. Что случилось между главным героем и его врагом? Написали? Хорошо. Двигаемся дальше. Четвертый вопрос. А почему это произошло? Да? Почему? Почему произошло между нашим героем и его врагом то, о чем вы написали в предыдущем ответе? Так? И последний вопрос. Что же в конце концов наш герой решил сделать? Да? Что же в конце концов наш герой решил сделать после всего того, что случилось с ним и с его врагом? Ну, а сейчас, дорогие друзья, наше занятие подошло к концу. Пришло время спеть нашу песенку прощания. Но зато в следующую раз, в следующую субботу мы снова с вами увидимся. До свидания, до свидания, говорю вам я. До свидания, до свидания, вы мои друзья. И в конце нашего занятия, точно так же, как в самой обыкновенной школе, у нас с вами звонит колокольчик. До новых встреч, дорогие друзья. Пока! До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...